Легким и уверенным шагом Владимир идет в свою квартиру, которую ждал 12 лет. В три года он остался без попечения родителей. Растила и воспитывала молодого человека, его братьев и сестру, бабушка. В 2007 году семья встала в очередь на получение жилья. Каждый из детей-сирот имел право на жилплощадь от государства. Но оказалось, не все так просто. И за квадратные метры, положенные по закону, придется еще побороться. В 2014 году нам говорят так, что пришло какое-то новое законодательство, что-то такое. Надо подавать документы заново. Ну, можно сказать, 7 лет просто так ждали, хотя стояли в очередь. Подали документы заново и сказали, чтобы каждые полгода нам звонили. Мы звонили, каждые полгода звонили, звонили. И где-то в том году нам говорят, что вас сместили с очереди. Не помню, на сколько, там человек на 5, на 6, что-то такое. И после этого мы решили подать прокуратуру в суд. После обращения в межрайонную прокуратуру дело пошло быстрее. До 1 сентября суд обязал администрацию городского округа Кохма предоставить сироте жилье. С целью защиты жилищных прав гражданина межрайонная прокуратура обратилась к своему заявлению в суд, который своими решениями обязал администрацию городского округа Кохма обеспечить молодого человека жилым помещением. Благодаря вмешательствам межрайонной прокуратуры гражданину, относящихся к категории детей-сирот, предоставлена благоустроенная квартира в городском округе Кохма площадью 29 квадных метров. Квартиру дали в начале октября в новом доме в Кохме. Небольшая студия молодого человека вполне устроила. Приватизировать квартиру можно будет, правда, только через пять лет. Но по сравнению с 12 годами ожидания это совсем не срок. Сестра Владимира тоже последовала его примеру и обратилась в надзорный орган. Квартиру ей должны предоставить в ближайший месяц.